я приветствую друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей сегодня поговорим про такую тему как перегруз автомобиля и про 5 основных причин разрушения вашего автомобиля при систематических перегрузках а также выделим причины которые могут произойти уже после первой перегрузки и запустить процесс уничтожения вашего авто поехали итак друзья когда вы перегрузили автомобиль загрузили вы силикатными блоками на даче или везете картошку из деревни то естественно ваша машина испытывает колоссальные нагрузки первая система это тормозная естественно кинетическая масса автомобиля увеличивается и когда вы разгоняетесь на машине полной загружены какими-то силикатными блоками и потом резко тормозить эту естественно вашим тормозным диском и колодкам тяжело остановить такую машину только потому что они не рассчитаны на такую массу они не рассчитаны затормаживать такую массу то есть проектировались колодки для торможения к примеру лады весты да а сгруженная на как будто там какой-то гелендваген да и естественно происходит истирание тормозная система очень быстро выходит из второе это самое популярное что страдает о наших дорогах это подвеска все детали подвески когда испытывают перегруз они уже стонут и плачут когда вы просто нагрузили а когда вы начинаете ехать и еще по очень ровным дорогам да таким вот голдобин автоподвеска просто не то что он работает она во-первых перестает работать во вторых она испытывает критические нагрузки и просто ломается либо ломается сразу как вы едете либо потом когда вы были вроде разгрузили пытаетесь ехать дальше и через какое-то время ресурс значительно сокращается третье шины конечно покрышки на чем машина стоит выше едете 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 и когда сильно перегружаете машину то покрышки конечно могут выдержать могут лопнуть даже бывает если уже сильный износ имеют но скорее всего они просто будут испытывать сильное сцепление с дорогой и повышенный износ протектора вам просто обеспечен поэтому если не хотите покупать очень часто покрышки то обязательно не перегружайте автомобиль 4 двигатель конечно же и коробка передач естественно все механические узлы которые существуют они рассчитаны на определенные крутящие моменты на определенные нагрузки и на определенные скорости если вы перегружаете автомобиль то двигатель мощность надо выдавать больше чем заявленные так сказать по паспорту и естественно начинается повышенные нагрузки никто не говорит что ваш двигатель сломается при перегрузе или ваша коробка передач рассыпется но если вы постоянно превышаете максимальную разрешимую массу автомобиля то не удивляйтесь что ваша коробка передач рано или поздно попросится в ремонт а также ваш двигатель при движении начнет дымить кряхтеть и потом выяснится что он нуждается в капитальном ремонте это не произойдет 7 минут на запас прочности очень большой у этих деталей но все-таки ремонт их тоже очень дорогостоящий и пятое что в принципе о чем я вам говорил при единичном перегрузе вы можете запустить процесс который убьет ваш ведущий мост вернее редуктор ведущего моста как это происходит карданный вал который идет от коробки скоростей к вашему мосту он раскручивает колеса через редуктор он присоединяется к фланцу фланец надет на ведущую шестерню это шестерня находится на двух опорах да на двух подшипниках почему называют опоры потому что они не дают перемещаться радиально вашей ведущей шестерни в процессе работ и естественно когда карданному валу становится тяжело проворачивать ваш редуктор он начнет пытаться вот так вот вырваться дать то сему будет тяжело проворачивать соответственно радиальные нагрузки которые будут создаваться при перегрузе автомобиля будут критичны для ваших подшипников особенно для верхнего этот подшипник он будет не будет разрушен сразу скорее всего если машина достаточно новая но будет изменена геометрия колец подшипника наружного и внутреннего а также пострадают ролики и сепаратор и соответственно вы проедете вы ничего не заметите но потом появится люфт гул как мне часто пишут почему гул появился почему вибрация появилась потому что происходят процессы так сказать пост перегрузочные до процессы в редукторе ведущего моста также любая деталь которая в принципе работает она не рассчитана на перегрузы поэтому не насилуйте свой автомобиль ездится нормально согласно паспортным данным на этом у меня все я с вами прощаюсь друзья это был веселый инженер ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на канал дальше будет интересно пока пока